Удивительно и обидно, что в бывших республиках Совка все еще присутствует такой атовизм, как российские школы. В некоторых странах они представлены в угрожающем для национальной безопасности государства масштабах. Например, таких школ по непонятным после шести лет войны с Рефией причинам полно в Украине, также они присутствуют в странах Балтии и прочих постсовковых странах. Российские школы, которые, как и Рефия, ничего не имеют общего с понятием «русский», за очень-очень редкими исключениями, это просто анклав запоребрикового мира с педагогами совковых понятий, которые не обучают, а ретранслируют пропаганду. Свежее исследование Института внутренней безопасности Эстонии в отношении российских школ как раз и подтверждает эту давно известную истину, что типа «русские школы» – это угроза национальной безопасности каждого государства, в которой они есть, поскольку местная русскоязычная молодежь может попасть в сферу влияния РФ. Основой проведенного исследования в российских школах Эстонии стало то, как в них преподается история и какие понятия внушают детям со школьной скамьи. Как известна история, если ей не заниматься профессионально, это самая манипулятивная наука, преподавая которую у детей можно сформировать совершенно отличную от реальной картину мира. Советская и нынешняя запоребриковая пропаганда активно коверкала и коверкает исторические факты, приписывая истории РФИ то, что ее совершенно не касается, а в отношении других стран декларирует то, что никогда не имело места быть. Самым последним примером такого коверкания истории в угоду собственного величия является установка в РФИ памятника Владимиру Великому, который к нынешней России не имеет никакого отношения. Таких примеров бесчисленное множество, вплоть до того, что Россия не имеет никакого отношения к понятию Русь, поскольку территориально даже не находится на канонических землях, входивших в Русь. Само понятие Россия – это греческое название Руси, которым при Петре I заменили название Московия, чтобы как-то оправдать превращение страны в империю с декларацией права на собирание земель. На самом же деле, как тогда, так и сейчас, РФИ – это страна-фейк, с выдуманной историей и абсолютным отсутствием исторической претензии именовать себя Русью. Так вот, выше озвученные, а также другие нарративы кремлевского видения истории активно насаживаются в русских школах Эстонии, да и других постсоветских странах. Все это подменяет понятие истинной истории и заставляет детей воспринимать события прошлого не такими, какими они были в реальности, а через призму особого преподавания и подачи материала. Исследователи этой проблемы, которую, к слову, и сами выпускники таких школ, говорят о том, что дети из русских школ, испорченные неправильной трактовкой истории по окончанию школы, интегрируются в общество Эстонии или любой иной страны с совершенно чуждой и сломанной картиной мира. При этом эти дети, воспитанные в духе кремлевской пропаганды, могут играть важную роль в судьбе страны. Отмечается, что многие нарративы, связанные с кремлевским видением истории, в том числе и пропаганда, всегда были в русских школах Эстонии, а также распространялись через российскую литературу, медиаканалы и соцсети. При этом роль последних в распространении пропаганды намного значительнее, чем учителей, поскольку педагогов с советским мировосприятием становится все меньше, а вот дети, погруженные в медиареальность русского мира, все охотнее воспринимают то, что навеяно неправдивыми уроками истории. Исследователи утверждают, что современная эстонская молодежь во многом аполитична, но тенденция к тоске за каким-то эфемерным совковым прошлым у многих молодых людей возрастает, а некоторые и вовсе романтизируют совок и исторические нарративы того времени, например, о величии могучей и большой страны. Аполитичность молодежи после таких школ также считается негативом, поскольку это говорит о том, что у молодых людей нет четкой политической позиции, а значит, они подвержены пропагандистскому влиянию больше, чем та категория, у которой патриотизм сформирован еще в детском возрасте. Авторы исследования приводят десятки вопросов, которые до сих пор остро воспринимаются в обществе и вызывают больше всего полемики от рождения эстонского государства и освободительной войны 1918-1920 годов до событий последних десятилетий в Грузии и Украине. Официальные точки зрения Эстонии и РФ на эти события сильно отличаются, как и акценты и способ объяснения этих событий в русских и эстонских школах соответственно. Резюмируя, хочется сказать, что данная проблема касается не только Эстонии, просто проведенное исследование озвучило данную проблему. Подобная ситуация только в гораздо больших масштабах присутствует и в Украине, особенно в юго-восточных регионах, где, к превеликому сожалению, педагогический состав учителей истории и не только русских, но и украинских школ оставляет желать лучшего, являясь по сути солянкой, из учителей времен Советского Союза и молодых учителей, выученных этими же педагогами. Несмотря на измененную программу, прописанную уже по украинской историографии и без пропагандистских штампов, многие учителя до сих пор не верят в то, что преподают, позволяя себе пренебрежительное отношение к прошлому и настоящему своей страны, в особенности к событиям последних 15 лет. Это категорически плохо влияет на образованность детей, но еще больше вредит то, что история в русских школах Украины не является предметом патриотического воспитания, а скорее наоборот, инструментом, который формирует в детях внутренний конфликт восприятия прошлого, настоящего и будущего.